Всем привет! В этом видео хочу рассказать о новом ивентовом данже Затерянный Лабиринт и ответить на самые популярные вопросы, которые задают игроки, связанные с этим данжем. Первый самый популярный вопрос это как зайти в данж, где взять проходку. Ответ очень простой. Всем игрокам на почту прислали эту самую проходку. Поэтому просто открывайте почту и получайте эту проходку. Второй по популярности вопрос это до скольки доступен данж. Данж доступен до 22.00 по серверному времени. Далее перейдем к рекомендациям. Первая рекомендация это перед входом возьмите большое количество банок КП. Ну и собственно перейдем к самому данжу. Важный момент, пока мы не зашли, пока мы грузимся. В данж можно входить сколько угодно раз, пока вы не возьмете награду. То есть вот например если мы сейчас зашли и там вот что-то забыли, например банки, мы можем выйти. Либо например мы зашли и нас убили. Мы без проблем сможем зайти второй раз. Так как вот проходка, пока мы не возьмем какую-либо награду, она у нас есть. Как только мы нажмем получить награду, либо пройдем все пять уровней, проходка исчезнет и мы получим награду, которую вот выбрали. Перейдем к этапам. Первый этап, первая комната, это три волны мобов и мини-босс. После того, как мы выполним условия каждой комнаты, появляется кубик. Подходим к нему, активируем. И он предлагает нам забрать вот эту минимальную награду за первый этап и завершить. Либо получить награду, вернее, либо пойти дальше и уже вот если мы пройдем второй этап, у нас уже возможна вот такая награда. Конечно же мы идем дальше. Во втором зале нас ждет босс. С двадцатью полосками хп. Ну и примерно так же, как и первый уровень, пройти его не составит никакого труда. Сложности начинаются на третьем, четвертом и пятом уровне. Но напоминаю, что даже если вот нас убили, это ничего страшного, мы ничего не зафейлили, мы просто начнем сначала и пройдем дальше. Итак, третий зал. Третий зал по-своему уникален. Нам тут убивать никого не нужно. Теоретически мы можем сражаться, но делать этого не нужно. Вверху появляется таймер обратного отсчета. Мы видим, что вот нам нужно выжать одну минуту. Просто избегаем мобов, бегая одну минуту. Таким образом мы пройдем эту локацию. Если вдруг мы остановились или застряли, нас убили, я напоминаю, ничего страшного, заходим заново. Мобов с каждой секундой становится все больше, но нам это не мешает. Мы просто бегаем. Осталось 19 секунд. Тут есть разные мобы. Одни просто наносят урон, другие опрокидывают. Но нам видна анимация. И мы просто избегаем этого всего. Вот все, таймер закончился. Сейчас мобы должны исчезнуть. Все, они исчезли, появляется кубик. И идем далее. Вот. На четвертом этапе также есть свои особенности. И сейчас я вам расскажу о них. Где-то там вдали находится босс, которого нам нужно убить. Но перед тем, как перейти к боссу, я хотел вам рассказать о вот этих черных кругах. Важно на четвертом этапе их избегать. Они наносят очень большой урон. По 200 примерно за тик. Давайте для примера я наступлю в одну из луж. Вот. И я просто получил 200 урона. С уроном, который наносит босс, это практически смертельно, очень больно. Поэтому старайтесь их избегать. Что касается самого босса, это какой-либо класс. Вот в данный момент мне попался лучник. Бывает там валькирия, или сорка, волшебница. Разные классы бывают. Вот. В моем случае лучница. Дамажит очень больно. Поэтому просто снесли немного хп, отошли и отхилились. Главное не наступать в лужу. Нет никакого лимита по времени. Просто вот аккуратно проходите этого босса. Кстати, лучше отключить авто, потому что вот автоматически персонаж бежит в центр комнаты. И в моем случае это черная лужа. Поэтому просто я отключаю авто и стараюсь получать меньше урона. Пускай это будет дольше, но зато безопасно. Боссы используют умения своего класса. Поэтому вот если вы знаете этот класс, вы примерно по анимации можете понять, что сейчас кастует босс. Например, вот это вот довольно-таки болючий скилл. Но вроде мы от него увернулись. Иногда вот босс вот так вот застревает. то есть в этот момент мы просто отходим ну и спокойно хилимся. Если нам это необходимо. Если нам это не нужно, просто возвращаемся и бьем босса дальше. я думаю, тут все понятно. Просто сейчас его быстренько добьем и перейдем к следующему этапу. На пятом этапе нас ждет босс, у которого также 20 полосок хп, но его особенность это то, что примерно на двух полосках босс якобы умирает и появляется сфера, которую нужно уничтожить за 20 секунд. То есть наша цель оставить всякие ульты на конец этого босса. Активируем куб и можно забрать за четвертый этап один сундук. Ну, основная награда это, конечно же, вот этот сундук. Либо перейти на пятый этап. Конечно же, переходим на пятый этап. Это босс. Так, две минуты нам все равно будет мало для того, чтобы убить, поэтому активируем ульту. Я назвал последний этап, когда у него остаются две полоски хп. И еще у него вот есть очень болезненный скил. Сейчас я попробую его показать со стороны. Моему персонажу этот скил сносит где-то 50% хп. А, вот, кстати, вот появилось уведомление об этом. И вот вокруг него появилась анимация. К сожалению, было слишком далеко, ее не видно было. Хорошо. лучше отбегать, отхиливаться. Это все-таки последний этап, то есть лучше потратить чуть больше времени, но зато безопасно пройти. отхиливаться. отхиливаем все наши ульты уже откатились но мы их юзать не будем так как они нам понадобятся в конце хп нам в конце не понадобится у нас никто не будет бить что касается награды конечно же в награде прописано что вы можете достать питомца но на практике это два сундука с монетами шакату к сожалению но есть скриншоты кому люди ну игроки игрокам которым вот повезло и они получили этого уникального питомца мне и моим знакомым к сожалению не повезло поэтому просто идите сюда ради монет шакату а там повезет хорошо нет ну и ладно так вот можно юзать уже ульты осталось три полоски сейчас добьем до 2 и у нас будет ровно 20 секунд чтобы уничтожить вот время пошло ядро используем менее ну в принципе мы успеваем собственно все активируем куб и мы прошли это данж получив мог максимальную награду сейчас я быстренько открою сундуки и просто чтобы в очередной раз увидеть монет шакату да вот 600 монет я надеюсь именно вам повезет и вы достанете питомца ну а так собственно на этом все если вам это видео было полезно подпишитесь поставьте лайк всем удачи всем пока пока